Здрасте, с вами Даник Растер. Помните старые видосы, где был уровень сложности у нас от 1 до 10? Десятый мы, по-моему, так и не делали, но то, что мы будем делать в этом видео, улетает просто в небеса. Это наивысший уровень, как я считаю, что можно сделать самому. Это профессиональное оборудование, промышленное оборудование, оборудование для бизнеса, для цеха, которое может изготавливать с высокой точностью детали для космической промышленности. Это ЧПУ-фрезер для высокоскоростной фрезеровки алюминия в нашем случае. Можно, конечно, его немного доработать, будет и сталь грызть. Но, в любом случае, эта технология, которая, на мой взгляд, самая распространенная на данный момент и самая понятная по изготовлению деталей, каких-то предметов искусств, форм, полуформ, применяется просто охуительно массово. Я хотел сделать это видео гайдом, чтобы каждый мог повторить и собрать, но уже в процессе я начал понимать, что тема настолько обширная и содержит такое количество нюансов, что и не обошлось бы шестью часами подробной инструкции. Не каждому это нужно, тема очень специфическая, специализированная и узкая, поэтому давайте просто посмотрим, как это получилось сделать у нас. Не знаю, как вы, а я считаю, что если уж идти по пути технологий, то стоит дойти до самых адских и современных, типа точной фрезеровки на высоких скоростях с современными фрезами. И наша эпопея начинается с установки этого тяжелого демона на подставку. Я даже не буду показывать и рассказывать, как все это варилось, потому что это достаточно рядовые работы. Главное, что подставка получилась достойной, чтобы выдержать 400 килограмм веса станины с механикой. Проект растянулся аж на целый год, работы было проделано дикое количество и пока предлагаю вам полюбоваться голой механикой, которая ждет своего часа. В комплекте фирмы Plot у нас полимер-бетонная станина весом 360 килограмм и навешанная механика с бодрыми швп и направляющими хивин и огромным дуплом для 4,5 киловаттного шпинделя. Также в компании Plot мы заказали сервоприводы и драйверы для того, чтобы ими шевелить. Комплектные муфты оказались не под размер, но что ж, не беда, если под рукой есть токарный станок. Растачиваем посадки настолько точно, на сколько я набрался скилла к этому времени. В некоторых местах осталась вощеная прокладка, поэтому частично подразбираем и ставим сервы на свои места. Привод IC-Z с тормозом, дабы при отключении напряжения он не уехал по шарикам винтовой передачи и не упорол фрезой недопиленную деталь. В разрезную муфту вкинем кусок линейки, чтобы хотя бы заставить двигаться, в процессе уже поменяем на другую муфту подходящую. Муфты нужны на случай, если что-то клинанет в процессе фрезеровки и серва своей мощью не порвалась или не убила механику. Распространенная деталь на всех чпу. Также заказали шпиндель на 4,5 киловатта, с водяным охлаждением, керамическими подшипниками и пневматической автосмены инструмента. Огромная дура, которая отправляется на свое место. Ставим на место привод оси Х и привод оси У. В конструкции этого станка перемещается не портал, как обычно, а стол, ибо шевелить куском гранита было бы неразумно из-за его массы. Пока что с этими процедурами справился бы и школьник. По сути, это конструктор для больших бородатых мальчиков. Я прихожу и забираю 30% своего. В один момент я так просто привык, и мне это удобно. Все, что мне нужно, я получаю со скидкой до 30% на миллионы товаров на маркетплейсе Озон, по их банковской карте с бесплатным обслуживанием и переводами. Дань, только карта в реальной жизни не работает. В смысле? При оплате пластиковой Озон картой можно получить кэшбэк до 10%, который вернется на карту рублями. Ей можно расплачиваться везде, где принимают карту МИР. Еще можно выпустить виртуальную карту Озон, добавить ее в МИРПэй и расплачиваться смартфоном где угодно. Сам убедись по ссылке в описании. Хочу ток. Вот так выглядит предварительная раскладка электроники. Решили сделать макет на столе рядом со станком, чтобы все соединить и прочекать. Крепим все к фанере и подключаем все, что есть в комплекте. Также на заценить нам прислали управляющую стойку, как у всех взрослых станков, в виде отдельного компа и клавиатуры модели CNC Titanium, аж с сенсорным дисплеем. Питается эта вся красота от трех фаз, само собой. Нам прислали также схемы подключения и с вашего позволения сложными частями будут заниматься пацаны с Панголин Industries, с которыми мы коллабимся уже в который раз. Я уверен, что разобрался бы, но это заняло бы полгода и сжег бы три комплекта компонентов в процессе. Нафиг надо. Проебываться здесь совсем не хочется, поэтому лучше доверить людям с опытом. А вот вам для общего развития одинарная клемма на один рейку. Что за бурлеск такой? Сука, где ты была, когда я монтажил? Зацени. Щпынь. Красота. Отдельно заказывается защита на эту станину из нестыдной толщины нержавеечки и навешивается на станок. Вообще у псевдоинженеров и всяких дедов рвет жопу, когда они слышат, что станина из полимер бетона. Мол, аааа, чё это? Чугун, только чугун, он и прочнее и так далее. На самом деле технология не новая и описана еще в советских учебниках середины прошлого века. По сути представляет собой стальной каркас, залитый в смесь гравия, разные фракции и эпоксидки. И она жестче, чем чугун и возможно даже прочнее, надо таблички глянуть. Есть варианты, когда заливают бронзовую стружку с эпоксидкой и чё только вообще не заливают. И синтеграны, остальные варианты позволяют эффективно бороться с резонансами из-за своей неоднородности, что при высокоскоростном фрезеровании, которого мы хотим достичь, ну очень как кстати. Ну и конечно жесткость. Жесткость конструкции наше все. К слову, на ютуб канале плот можете посмотреть все процессы, и заливки станин и прочие подготовительные. Устанавливая защиту, предлагается просверлить станок самостоятельно. Стальные части станка по паспорту выполнены из стали 45, по ощущению не закаленные. Поэтому сверлиться достаточно быстро и приятно. Поэтому размечаем места крепления шторок и понаделываем там резьбу. Когда сверлишь вручную готовые массивные детали и невольно растет борода, я не знаю как это объяснить. Пока занимались обвесом, как раз подоспел Кракен. Так мы называем копну проводов, которые надо спаять самостоятельно. Причем странно, что у стойки есть выходы для подключения управления приводами через эзеркат. Это тот же кабель, что и для инета, только в другой руке. А на приводах входа нет, ну по крайней мере на этой модели. Поэтому приходится паять витуху к компортам и управлять ими по аналоговому сигналу. Благо есть подробная схема подключения. В какой-то момент мы все накинулись на этот проект и параллельно собирали его, наконец-то дошли до водяного охлаждения. В этом шпинделе, кроме питания, куча входов и выходов. По сути, там есть питание, жидкостное охлаждение и пневматика для смены инструмента. А я в это время занят пробиванием дырок в ширме стружкозащиты, которую надо подрезать по размеру. Ставим защиту на свои места. Здесь ничего сложного, продолжаем собирать как конструктор. Происходит заветный щелк и даже не видно клубов сизого дыма, что уже хорошо. На борту стойки мы видим до более знакомой игран загрузки интел целерона, с линуксом, кстати. И все начинает празднично моргать, как рождественская елка. И вроде бы как бы все компоненты даже подключились. Тем временем подключаем систему охлаждения шпинделя, которая идет через внушительный чиллер, в который заливается охлаждающая жидкость старым, но не очень вкусным методом. Почти 5 литров крови хищника будут циркулировать, не давая шпинделю испечься на высоких оборотах. Тоже немаловажный момент. Надо установить пару кнопок, одна из которых это кнопка смены инструмента, пока не сделали специальную коробчонку и не написали макросы для того, чтобы станок делал это сам, мы будем менять вручную. И само собой красный грибок естопа, потому что без него и станок не станок, как мы знаем. В целом все готово для настройки и отладки, но тут начинается самое веселое. Вдруг выяснилось, что при таких скоростях и съемах, которые может позволить себе этот шпиндель, тупо не выдерживают цанги оправок, которые мы затарили. Фреза просто вытягивается из них. Надо будет заказать другой тип, который выдержит эти издевательства. Также вы можете видеть, как ломается фреза, лагает электроника и прочие каверзные моменты. В итоге за месяц возни с Титаниумом было понято, что внутри ждет кипа кода, которую надо дописывать вручную, при том, что часть просто не задокументирована. Также есть приколы типа невозможности просчитать ускорение комплексно на всей траектории пути и прочие нюансы, после которых мы решили отправить эту стойку обратно производителю. Возможно, это нормальное решение для парка станков, который заказывает несколько типовых стоек и настраивает все под себя, вплоть до револьверных там пятикоординатных обрабатывающих центров с инженером на окладе, который постоянно занимается этим кодом, но нам не подошло. Было решено перевести станок в панголин, где он и должен трудиться, вырезая всякие нужные детальки для сложного оборудования. Там есть лазерный ЧПУ и гибщик, с помощью которого можно по-быстрому сделать корпус для фрезера. В итоге пацаны получают рабочего коня, а мы получаем машинное время, потому что чаще раза в месяц мы бы его точно не включали, а ебаться с отладкой и написанием управляющих программ я на данный момент не хочу. Сейчас станок выглядит вот так. Сделан корпус, система сбора стружки, электроника и электрика переехала в шкаф как и должно быть. Ну и добавились всякие держалки инструмента, сош в виде масляного тумана и прочие приятные мелочи. Что самое главное, маск гейт и зверюги теперь основываются на контроллере Pumotex PX1, подключаются по эзернету и используется их же программное обеспечение. Сюда можно прикрутить кайфовый широкий тачскрин, как на буржуйских станках. Кидаем на тиски кусок люмония и залезаем в станок, чтобы закрепить магнитную стойку для гоупрохи. А вот так выглядит симуляция фрезеровки в автокаде. Это та самая кам-часть, в которой пишется управляющая программа, и когда понятно, что все ништяк, можно все это уже пощупать на дисплее самого станка. Фрезероваться будет по псевдо трахоидальной траектории. Столько всего нового, узнаешь, просто пиздец, куда деваться. На видосе вы видите, как фреза тыкается в заготовку, тем самым определяя габариты люмония, которые туда зажат, без всяких подкладываний бумажек, как это заведено на фрезерах по фанере. После этого мы толпимся вокруг новой игрушки и отцепляем контактный провод от фрезы. Его тоже в скором времени заменит более грамотное решение. И процесс пошел! Пусть вас не пугает отсутствие охлаждающей жидкости, фреза из карбидовольфрама поливается масляным туманом в нужном количестве под давлением. Для высокоскоростной фрезеровки этого достаточно, потому что основной прикол в том, что фреза успевает выбирать материал вместе с энергией, выделяемой при резании, и оно тупо отлетает от заготовки, не успев передаться в толщу материала. Просто представьте, как стружку раскидывало по мастерской без защиты. Просто жесть. В итоге смотреть можно бесконечно на огонь, воду и как кто-то работает. В этом случае как фрезерует робот. И нет, чат GPT не сможет заменить инженерные профессии. По крайней мере не все и точно не скоро. Это реальная скорость работы станка. Удалось достичь 11 метров перемещения, и это не предел. В итоге эта деталь была вырезана в районе одной минуты. Давайте посмотрим на качество. Сейчас точность в пределах пяти соток. Еще есть над чем покопаться в коде и настройках, чтобы достичь, к примеру, одной сотки. Но на данном производстве 90 процентов задач подразумевают допуск в одну десятую миллиметра. Есть также небольшая диагональность из-за рассинхронизации приводов осей X и Y. Тоже лечится программно, поэтому не страшно. Поверхность после чернового прохода более чем убедительная. А теперь давайте наконец сделаем то, ради чего был потрачен не один месяц плотного въебывания и примерно лям рублей. Вырежем самую важную деталь, ради которой все и затевалось. Из минусов данного бетонного станка могу отметить наклон оси Z на 0,08 градуса, гудящую ось Y, винт швп немного изогнут, что скажется на ресурсе, но по расчетам он успеет себя многократно окупить, а потом подлежит замене. И в инете еще писали о точности самой геометрии, но мы на данный момент ее не мерили, потому что тупо нечем. Но это рабочий вариант, который в 8 раз дешевле при самостоятельной сборке, чем аналогичные станки типа DATRON, которые сейчас наверное хер еще ввезешь в страну. В общем еще есть над чем работать и я надеюсь через несколько лет плот будет выпускать действительно высококачественные станки. И вот спустя многие недели у нас отфрезеровался банан. Какая офигенная технология. Но самый главный вопрос, какой мудак на заводе в большую чушку алюминия залил банан? Слава богу, что мы его освободили, не правда ли? А, джошня. Интересно, по сути токарки такой же вкусный получается. Ладно, вы, наверное, ничего не поняли, это я вас подъебываю. Вот такой банан у нас получился. Вы только зацените. Криволинейная фигура высокой точности. Да, мы, конечно, здесь упростили модель, она получилась полигональная, что, кстати, дает ей особого шарма. Видны проходы фрезы. У нас чуть-чуть просрался переворот в том плане, что сместилась верхняя часть на полмиллиметра, но это, сука, успех. Высокоскоростное фрезерование, мать вашу. По-хорошему, этот банан при всех настройках и отточенной программе будет фрезероваться что-нибудь в районе, там, 20 минут. 20 минут! Просто представьте себе, это очень быстро, ну, для тех, кто вообще нихуя не шарит. Давайте полюбовимся им. Офигенная, кстати, получилась бы дверная ручка, если напильником немного поработать. Но раз речь у нас зашла про машинные технологии, то позвольте мне и отпилить его по-машинному. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот у нас получился банан. Приговорный или не приговорный? 13 сантиметров в скукорном состоянии, а по длине дуги все 20 сантиметров. Я считаю, что оптимальный банан. И на этом я, пожалуй, хочу закончить свою карьеру станкостроителя, остался один единственный проект, который я хотел бы сделать в ближайшее время. Это немного доработать и, наконец-таки, запустить в наше пользование ЧПУ Плазму, которая стоит у нас в том углу. Там, благо, не весь станок надо собирать, а немного его допилить, как я себе это вижу. Всем спасибо за то, что оставались с нами все эти 10 лет. Это был долгий, реально долгий путь к ревлинейному фрезерованию для получения вот таких вот скульптурных охуительных штук. С вами был Даник Растер. В следующий раз замутим что-нибудь попроще, поэтому я не прощаюсь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok